Радио Болтком Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь» Слушайте по четвергам 17 до 18 часов Да, добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу в прямом эфире И сейчас у нас на прямой связи посредством Зума военный эксперт Это генерал Карл Скресленч, добрый день Добрый день Да, ну вот сегодня на этой неделе было очень интересное мероприятие 30 ноября и 1 декабря Действительно впервые Латвия принимала такого высокого уровня натовскую встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств всех 30 стран НАТО Были также коллеги из Украины и Грузии И мы помним, что как раз так символично 15 лет тому назад саммит НАТО прошел впервые тоже в Риге Это 2006 год И вот сейчас, спустя 15 лет совещание министров иностранных дел у стран НАТО Кстати, очень много знаковых заявлений было сделано В том числе, наверное, и те, которые потом военные аналитики будут анализировать Господин Кресленч, я вас прошу Все-таки, как у профессионала, очень много обсуждалось И это действительно было заметное заявление генсека НАТО Столтенберга Который сказал, что в случае угроз или острой необходимости в страны Балтии может быть переброшено даже до 40 тысяч военных Такая цифра была названа И отдельные эксперты усомнились в логистике этого мероприятия Действительно ли возможно перебросить в Балтийский регион такое большое количество войск Понятно, что на самолете 40 тысяч ты никак не перевезешь То есть, видимо, это или кораблями, или поездами Ну, как-то это ведь можно осуществить Да В принципе, вопрос заключается в какое время, за сколько То, что перебросить можно но не было сказано, что, скажем в течение стольки-то часов Но само по себе то, что это могут перебросить довольно в короткое время это факт То, что сейчас и авиация может И действительно, тут разные есть разные возможности поезда, авиации как по всем и пароходы и по всем могут перебросить Само по себе вопрос заключается в том, что важно ли часы или важно, что в принципе могут вот это начаться это переброски а они эти войска придут Это, я считаю, более важно Потому что говоря иногда значит в разговорах, в дискуссиях говорят ну, сколько времени надо чтобы, скажем оккупировать Латвию Да это часы это же можно очень быстро сделать Вопрос заключается в том а что позже Да Вот я хотел спросить а зачем? А дальше что? Да А дальше что? Поэтому в принципе я считаю что важно заявление в том смысле что нет сомнений что пятый параграф вступит в силу Так же как я в дискуссиях часто говорил о том неважно сколько здесь находится военнослужащих с других натовских стран Важен сам принцип Если здесь бы только были вот в Адаже и так далее только военнослужащие латвийских национальных вооруженных сил Ну тогда встает всегда вопрос А если что-то какой-то конфликт образуется чисто военный конфликт с перестрелками Ну придут ли на помощь там будут решать парламент и это может затянуться И был фильм вот насчет Латгалии если люди наверное помнят который был как это там потом реагируют страны А когда уже здесь находится батальон рота с разных стран то нет сомнений что эти страны конечно подключатся для выполнения пятого параграфа Так же вот эти 40 тысяч это вопрос не в том заключается ну сколько там времени понадобится это важно то что в принципе это для обоснования и поддержки реализации пятого параграфа натовского что придут на помощь и нападение на одну из стран НАТО это нападение на все НАТО вот это как бы подтверждает вот это самое важное да ну вот понятно что военные всегда на то они и военные должны быть готовы к любому развитию событий это понятно что можно моделировать ситуацию анализировать и готовить разные варианты это все понятно но вот если подумаем даже чисто не знаю теоретически или может быть даже геополитически ведь зачем Россия расширять если так можно сказать фронт возможных военных действий учитывая что основной конфликт если так можно сказать у России сейчас в борьбе за влияние это Украина она не член НАТО на нее пятый параграф не распространяется зачем же если так вот предположить Россия нацеливаться на страны Балтии это один такой аспект и второй аспект ну вот если послушать то что говорят вот лидеры там ведущие политики соседней страны я имею ввиду Россию они говорят так ну подождите секундочку так это же не мы вам угрожаем а вы нас обложили со всех сторон и они приводят пример там не знаю вот Калининград это такой анклав вокруг него уже НАТО то есть там Литва НАТО Польша НАТО Латвия недалеко там тоже НАТО с другой стороны тоже страны большинство то есть границ по крайней мере западных границ России уже как они говорят обложены НАТО с постоянными базами с непостоянными базами всюду есть военные контингенты НАТО и вот теперь говорят они еще и какие-то инструктора НАТО и Соединенных Штатов уже и в Украине и они говорят что это не мы вам угрожаем а вы как бы бросаете вызов нашей безопасности ну я хотел бы начать тогда что сказала Маргарит Тэтчер спасибо ядерному оружию что столько лет в Европе не было мировой войны не началась третья мировая война понимаете вопрос заключается в том что важно сдерживающие факторы вот скажем ядерное оружие сдерживающие факторы сейчас конечно 21 век и я исключаю возможность что кто-то нападет на НАТО на натовские страны на территории НАТО и так далее потому что в принципе любой может посчитать что невозможно в конвенциальной войне победить НАТО ну просто возьмем одно Соединенные Штаты Америки если 770 порядка миллиардов долларов на оборону ну то посмотрите сколько на оборону тратят другие разные страны Япония это самое Китай на втором месте но это существенно отличается поэтому в принципе такая вот война как в окопах и так далее как это было во второй мировой да с танками да да это это нереально и невозможно никто я понимаю что могут быть смертники отдельные люди могут что-то делать но смертник чтобы была какая-то страна чтобы она как бы смертник стала чтобы напасть на НАТО это я исключаю но 21 век сейчас ситуация меняется иначе сейчас находятся методы борьбы методы конфронтации другие это начиная что есть интернет киберпространство хибридные всякие способы воздействия на другие страны и так далее вот эти области где реально уже происходит и будет разворачиваться борьба за приоритеты за господство в мире и так далее поэтому с точки зрения как и военного я могу сказать что в принципе вот эти области эти области очень важны но в то же время в то же время скажем мы должны помнить что можно всяко организовать можно организовать как например были зеленые человечки были и так далее в Украине и тут вопрос возникает конечно в любой стране можно найти каких-то группировки которые могут возмущаться и так далее но здесь и тогда им помогать на помощь приходить и так далее я считаю что в мировом сообществе ООН скажем нету вот этого регулирования жесткого регулирования что скажем страна в своих границах она вот там независима можно конечно осуждать что вы внутри там делаете не так и не хорошо или плохо это вопрос вопрос конечно актуален но главное что надо находить регулирование что вы не должны выходить и нападать на какую-то страну на границе и через границы переходить помогать кому-то не помогать неважно например в Канаде тоже есть сообщество украинцев и так далее ну вот украинцы решат вот там обижают наших украинцев пойдем им помогать или что-то такое какая-то другая страна этим не должна заниматься но это должно было бы регулирование кроме слов и более жесткие меры но здесь вот совещание министров натовских стран как бы еще раз намекали понятно нато это не экономические санкции экономические санкции это европейский союз нато может просто поддерживать натовские страны которые большинство тоже европейские в европейском союзе поэтому здесь вот два пути это экономический и конечно военный но это такой уже крайний случай ну как вы уже отметили я полностью с вами согласен украина так же как грузия или молдова вот эти были там конфликты что эти не нато страны не натовские страны поэтому там пятый параграф не работает то что соглашение этих стран что им что-то помогать и как-то поддерживать но это вопрос я думаю по международным всем этим правилам разрешен когда вот опасаются натовских стран но я не помню чтоб какие-то вот натовская страна ну разве или нато в целом развязала чтоб что-то там оккупировать занять и так далее ну это таких примеров я особо не знаю что было может быть какие-то отдельно со страной там конфликты а так в принципе таких я не знаю и я считаю что это больше как бы предупреждающий все знают силу одной другой страны и это как бы предупреждающий вот есть такое такие возможности ну и заигрывать с этими значит против и так далее выступать это имеет опасность в конце концов всегда может наступить и расплата да не кажется ли вам что если вот вы правильно заметили что ну вряд ли кто-то сейчас пойдет на войну именно с НАТО да и с учетом действительной мощности тех же Соединенных Штатов наличие ядерного оружия все мы понимаем но не кажется ли вам что сегодня как бы военные показали свой профессионализм да вот как вы сейчас сказали да а вот дипломатия ну она оказалась такой очень слабенькой да я почему говорю вот ведь что мы слышали допустим на этом совещании два дня да вот и госсекретарь Блинкен говорил ну показывал пальцем России и говорил ну если вы нападете на Украину мы конечно не знаем собираетесь ли вы напасть но вроде наши друзья в Киеве говорят что вроде вы готовы ну у вас будет какие-то политико-экономические последствия да это говорят о России которая живет с санкцией с 2014 года и относительно неплохо себя чувствует да потом мы слышим что касается Белоруссии где им тоже говорят грозят пальчиком и говорят ну если вы будете дальше мигрантов посылать мы против вас ведем какие-то 2001 2025 санкции и фактически сейчас мы видим что уже Лукашенко зажали в угол и ему уже терять больше нечего не кажется ли вам что это определенное поражение какой-то дипломатии потому что когда кто-то от отчаяния говорит ну мы будем сейчас по проблемам Белоруссии говорить с Тихановской ну все уважение этой смелой женщине но это с таким же успехом они могут по проблемам Белоруссии говорить с вами или со мной результат будет примерно такой же согласен я тоже считаю что это говорильня которая происходит в Европейском Союзе и в ООН это говорильня и и реальность она существенно отличается так же как в Латвии если здесь спуститься политики говорят а что реально происходит это совершенно разные вещи но я как пример приведу скажем вот проблемы с газом ну и Калвитис говорил ну это известные вещи что в принципе 10 миллиардов кубометров газа должны были с Соединенных Штатов привезти в Европу а учитывая что в Азии платят намного больше эти корабли поехали туда так подождите как же можно если мы имеем какое-то сообщество вот вместе и так далее если договорились почему не исполняйте здесь об этом мало говорят но в принципе это такой же факт и вот эти вещи я всегда говорю интересно так посмотреть что победит деньги или демократические принципы это реал политик вот что происходит интересно посмотреть даже как изменились изменился экспорт импорт между Россией и Европейском Союзе между Белоруссией и Европейским Союзом это реальные факты он не настолько критичен стал то есть эти все санкции да они есть отдельным людям там запрещено что-то делать но это больше шелуха ну таких действий чтобы вот они подействовали там не так много там не так много к сожалению не так много ну вот возможны ли экономические санкции по-настоящему возможны вот здесь я всегда говорю возможны конечно ну возьмем скажем если говорите даже России сколько бизнесменов миллиардеров России имеют деньги на западе вот западных странах эти огромные суммы это сотни миллиардов долларов если захотела бы ну захотела условно если действительно взять вот так как против Лемберга и все сделали санкции что ему там все-все-все запретили и все ему нет возможности сделали против тех у которых деньги дети дома имущество на западе это было бы реальные санкции но так нельзя сделать или трудно сделать потому что на западе есть в принципе это демократии как черчилль говорил демократия это конечно плохая вещь но лучше ничего не придумали там есть судебные процессы будут отличные адвокаты это ты не можешь так взять закрыть счета аннулировать или или остановить или блокировать и так далее там есть много бизнеса российских бизнесменов и так далее но никто не хочет терять это большие деньги и так далее поэтому поэтому весь вопрос это санкции насколько они действенны будут вот какие-то вводить говорить будет но как что-то там значит повлияет там пятый не пятый вариант уже санкции против Белоруссии тоже но действенность их к сожалению я не вижу чтобы особо они что-то ну сильно могут повлиять и сдержать потому что встречаются бизнес встречался встречался встречается между собой договариваются так же с этим было как с газом нострим-2 да Трамп пригрозил санкции и так далее потом пришел другой президент нет договорились с немцами что с Германией что в конце концов это достроить сейчас республиканцы блокируют даже военный бюджет конгресса и так далее что вот эти санкции отменили против наш стрим то есть идет вот эта демократия понятно между партийная борьба и так далее и там не так все просто принять когда есть один руководитель один руководитель какой-то стране как он сказал так будет это будет решаться очень быстро вот в этом есть отличия так сказать плюсы и минусы поэтому эти санкции санкции пока их эффективность мала но если их ужесточить как я сказал но это очень строжно сложно сделать в демократических странах где суды и так далее нельзя так кто-то принял решение и мы сейчас блокируем счета или заморозим счета и так далее да ну вот тем не менее не кажется ли вам что здесь тоже есть определенный тупик потому что может быть можно пытаться вести какой-то диалог без угрозы санкций потому что ну вот допустим ну Латвия находится в таком особом положении в том плане что у нас граница и с Россией и с Белоруссией и получается так мы говорим не-не с Лукашенко мы вообще его не признаем мы с ним говорить не будем с Путиным тоже лучше говорить не надо и получается что мы как бы не ведем диалог со своими соседями нравятся они нам или нет ведь мы не можем изменить политическую ситуацию ни в России ни в Белоруссии мы говорим не-не-не с ними мы говорить не будем а кто с ними будет говорить не знаю Испания или Италия и интересуют интересы Латвии ну я очень сомневаюсь говорить конечно надо это я считаю всегда говорить надо это конечно Лукашенко когда посадил самолет и забрал это действовал он как террорист это вопрос конечно другой что некоторые с террористами разговаривают некоторые не разговаривают но в принципе разговаривать надо и это это ну если хотим какой-то результат достигнуть ну в мире ну во-первых надо конечно чтобы все пришли к единому мнению вот как скажем в Испании был разговор он не закончился естественно хотела одна территория Испании отделиться сколько всяких дискуссий и так далее идут вот это какие принципы должны быть это может относиться и Украине тоже если какая-то территория хочет отделиться захотела ну тогда какие эти процедуры можно можно делать чтобы это реализовать и признало мировое сообщество но здесь всегда надо помнить что после второй мировой войны договорились насчет границ их незыблемость и здесь конечно и Калининградская бывшая Кеннисберг договорились ну вот она Калининградская область есть договорились скажем с Японией острова и так далее которые относились к Советскому Союзу ну японцам не нравится понятно это уже между собой можно договариваться но они относятся и они есть территория Советского Советского Союза сейчас Россия поэтому здесь важно найти способы как на международном уровне чтобы согласились конечно все страны и здесь конечно я тут высказывал немного в свое время тут и писал об этом что в принципе все страны это конечно очень громко звучит когда 200 слишком стран которые в ООН чтобы согласились ну тогда надо принять какие-то принципы что членом ООН могут быть не все страны которые согласились бы на какие-то основные принципы вот основные принципы в том числе вот незыблемость границ и так далее никакое там нападение как вот эти отдельные территории могут отделиться и так далее ну какие эти процедуры тогда происходят есть какие-то вот такие принципы которые бы согласились кто хотят быть странами ООН и это все рассматривать искусственный интеллект судья как искусственный интеллект который используется чтобы там были независимы не было эмоций вот решают есть основные принципы вот этот искусственный интеллект рассматривает и говорит можно делать так или можно делать иначе ну я понимаю скажут это фантастика я согласен что это сегодня может фантастика но завтра уже не будет фантастика но тогда это было действительно независимый суд. Ну, все согласились с которыми. Которые не хотят быть странами ООН, например, не хотели бы. Пожалуйста, делайте, как хотите. Сам народ, который там живет, решает, как они будут жить, какие принципы вмешиваться нельзя и так далее. Вот это, где там едят обезьяна, где едят людей, это их, мы не управляем всем миром. Не должны так вмешиваться. Можно, конечно, сожалеть и так далее, помогать чем-то. Но здесь вот это важно, потому что Афганистан это тоже показал. Это показал то, что, например, в свое время Англия, потом ПСРС, ну, в последнее время, скажем, Соединенные Штаты Америки, ну, НАТО и в целом тоже. Ну, что-то хотели изменить, но не удается. Этот народ живет так, как он так хочет жить. То есть мы свои демократические принципы туда куда-то приносить, где их не хотят воспринять. Но это довольно бестолковая затея и работа. Да. То есть все-таки вы не так... Но это вопрос, конечно, такой теоретический, который, в принципе, надо решать. Тогда можно решать, и какие-то было бы решать и насчет границ, и незыблемости, и ненападений, и так далее. Да, интересно, что вот на совещании как раз натовском в Риге заявили о том, что вот все-таки нахождение натовских сил под руководством американцев в Афганистане имело свои позитивные тенденции. Ну, тут, наверное, пускай историки, не знаю, аналитики это анализируют, но все-таки, даже если это имело позитивные тенденции, то так просто в один момент собраться и уехать, не посмотрев, что будет дальше. По-моему, все-таки это было опрометчиво, так мягко говоря. Я полностью согласен. То, что имело положительное, да, имело положительное. То, что, скажем, Бен Ладен и так далее, был уничтожен, и террористические организации были немножко, так сказать, уменьшилось количество всех этих террорактов, да, это хорошо. Но сам процесс, такие деньги вкладывать, которые были, там, триллион, для нас трудно даже понять, эти миллиарды миллиардов, которые вкладывали, оборужали, обучали афганцев, как бы, больше сотни тысяч человек, и которые пару дней, и все это разрушилось. Ну, значит, где же были специалисты, которые не могли подсказать, что вы обучаете вот этих, даете оружие этим людям, а не днем с вами, а ночью они... Стреляют вам в спину, да. ...и работают с талибаном и так далее. Поэтому весь вопрос, это, конечно, показало, вот это то, что плохая информация, информационный этот обмен, и второе, ну, не как военному, как и бывшему начальнику штаба, и совершенно организация ухода, я считаю, на двойку, это очень плохая, но это надо было делать заранее, предусмотреть какое-то время, что люди, которые поддерживали, как им безопасность обеспечить, что вывезти и так далее. Ну, это совершенно плохо было. Но это надо учиться, всем надо учиться. Ну, такое не допускается для таких операций, для таких, ну, высокого уровня и специалистов, которые там были генералы и так далее. Да. Вот все-таки не могу не поговорить несколько слов и о Латвии, о том, что сейчас происходит. Вот вы уже сказали, что вы начальник штаба, иногда имеете большой опыт организации, да, вот иногда создается такое ощущение, что вот, условно говоря, штаба нам и не хватает, потому что если мы проведем параллели пандемии с войной, а это в какой-то степени определенная война, то вот этот хаос, который наблюдается в правительстве, ну, чуть-чуть поражает. Конечно, если в первые месяцы, может быть, первые полгода в правительстве могут говорить, ну, видите, ну, это же такая пандемия, весь мир столкнулся с этим, это что-то невиданное, и никто не знает, как правильно действовать, но сейчас мы уже в этой пандемии живем два года, и такое ощущение, что вот эти все ошибки повторяются, повторяются, повторяются. Что это, на ваш взгляд? Это действительно отсутствие какого-то организационного опыта, или это результат каких-то вот внутрипартийных разборок? Это, во-первых, плохое руководство страной. Это на всех уровнях плохое руководство. Я, конечно, вот когда-то мне говорили, разве патриот там может критиковать свое правительство, должен критиковать, но я и даю обоснование, даю, почему я так считаю, надо исправлять эти ошибки. Пример хороший, когда адмирал в Испании, там он насчет вакцинации, он сумел организовать, притом ему не пришлось легко, его там ругали, материли и так далее, но он сделал это дело. Все. Вот один человек сумел, взял и организовал. А у нас в политике вот собралось несколько там партий, их слишком-то много, и все боятся принять какое-то решение. Мне поражает, конечно, премьер-министр. Ну как это возможно? Ну я как военный, если ты командир, у тебя там есть штаб и так далее, но ты не будешь называть, вот, о, там департамент, начальник или что, он виноват. Подожди, если начальник штаба и что-то пошло не так, значит, я отвечаю. Все. И военный всегда, командир отвечает. А ты уже с подчиненными меняй их, заменяй, ругай там, это уже твои возможности. Поэтому я считаю, что, конечно, здесь, играя всякие политические эти игры, очень плохо была организована вся эта работа, вся эта работа, начиная с того, что очень много врали, все время врут, но это недопустимо. Какая ситуация плохая не была, выйди и скажи, да, вот такая ситуация, то-то, 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 то-то у нас плохо, но мы вот будем делать то-то и то-то, чтобы исправить. А это вот и происходит. Да. Конечно, что у нас очень много неизвестного, но мне кажется, что если что-то человек не знает, и политик в том числе, то нужно откровенно выйти и сказать, что я не знаю, чтобы потом не было так, что они работают в пользу антиваксеров, потому что когда, мы же помним, в самом начале пандемии нам говорили, ну вот все вы вакцинируетесь и не заразитесь, и не заболеете. Не зная до конца, потом нам сказали, что те, кто полностью вакцинированы, тоже могут заразиться и могут заболеть, правда, легко. Теперь говорят о третьей прививке, видимо, о четвертой и так далее, и так далее. Но если ты что-то не знаешь, так выйди честно и скажи, потому что когда постоянно врут не зная, это потом, ну, все очень плохо выглядит. Полностью согласен. Вот в этом-то и есть отличие. Конечно, я не углублялся, я вакцинирован и так далее. Вот мне сказал семейный врач, прийти, я пошел, ну, как военный. Да. И вакцинировался, и тут нет у меня вопроса. Да. Конечно, если говорить, что вот я говорил бы детям и так далее, они там еще раздумывали, я не стал, чтобы им что-то советовать или там давить на них, нажимать на них. Это надо разобраться в этом. Ну, мне особо, так я немножко посмотрел, в интернете, конечно, можно все найти, там всякие информации и много времени, ну, не то и неверное и так далее. Но самые принципы, вот мне, я говорю, есть вот некоторые принципы, которые надо соблюдать. Ну, например, как медиков, профсоюзов, которые возглавляют, и он сказал, что он показал журнал, вот в этом журнале, признанный журнал в Америке, вот там написано, вот такое. А для чего ты сказал там, который руководил от ТВ-24? Ну, говорит, чтобы дискуссии были. Нет, на него стали нападать, что вот он что-то там не то, значит, говорит, ну, подождите, если есть информация, ну, делайте дискуссии, объясните. Неизвестно. Я могу понять, что вот этот пришел вирус, мы не готовы. Все эти вакцинации, тоже вакцины не проверены. Они проверяются пять лет, десять лет, у нас нет времени. Поэтому, конечно, эти вопросы, ну, так, были, но это людям, ну, надо пояснить это. Поэтому результаты там могут быть разные. И как сейчас, действительно, получается, почти 50 на 50 заболевают и вакцинированные, и невакцинированные. Ну, понятно, что если все будут вакцинированы, только вакцинированные будут болеть. Но это тоже логика тут есть. Ну, поясните это. Так же, как умирать. Будут умирать, понятно, все мы будем умирать. То, что вакцинированные, наверное, больше защищены, ну, поясните это, и окей, я с этим согласен, и тут есть определенная логика. Все это нормально. Но самое вот плохое, я говорю, когда на высоком уровне говорят неправду, зная и говорят неправду, можно сказать неправду, когда ты не имеешь этой информации. Ну, тогда потом, извинись, скажи, ну, мне не было такой информации. А вот это бронье. Может быть, такой последний вопрос. Я понимаю, что стал общим местом критиковать президента. Понятно, что у нас парламентская республика, что у нас больше полномочий гораздо у правительства, чем у президента, но тем не менее, президент у нас, если кто забыл, верховный главнокомандующий, у него есть целый ряд полномочий, и внеочередное заседание кабинета министров собрать, и даже собрать заседание Сейма, пригласить политиков. Да, вот на ваш взгляд, почему он этого не сделал? Он не хотел мешать премьеру, или, ну, он проявил определенную слабость и непонимание значения вот роли президента? Он ведь не просто, как бы, эксперт по конституции, но все-таки это глава государства. Или я не прав? Вы правы. Вопрос заключается в том, что вот насчет главнокомандующего, когда говорят, я еще был, когда в парламенте, я хотел, то, что это надо, конечно, отменить. Он, конечно, главнокомандующий, но реально он не может быть главнокомандующим. Если мы страна НАТО, то в каком-то военном конфликте здесь будут командиры, даже не наш командир, он будет где-то там помогать, а будут командиры с европейским уровнем, ну, натовском уровне, это совершенно разное. Ну, ладно, пока мы так записаны в нашей сатверстной или в Конституции, я согласен. Я полностью согласен и с тем, что надо проявлять больше инициативы, ну, мы помним президенты, которые собирали экстренное заседание Кабинета министров, предлагали какое-то решение. Я здесь вот такого не видел. с другой стороны, то, что я высказывал и раньше, и сейчас могу повторить, я, конечно, за то, чтобы президента выбирали все люди, все избиратели, потому что он сейчас зависит от политических партий, и он, если смотрит, что как бы на следующий там выбор или все, ну, может быть и нет, я не знаю, но в принципе, если человек зависит от этой партии, то, конечно, он не хочет особо их критиковать и идти поперек то, что они приняли решение. И здесь вот этот вопрос, конечно, довольно существенный, и у нас еще вот этот момент, который я тоже все время критикую, у нас не отделена законодательная власть от исполнительной власти. Назвали там совещание по понедельникам происходит колесо или как, ну, неважно. Они все вместе приходят и там политики, исполнительная власть, и президент, в принципе, под их влиянием тоже все вот собирается, руководство. Ну, так сказать, их рейтинги показывают, насколько они успешно работают. Это правда. Да. Ну, что ж, так вот время эфира у нас быстро подошло к концу. Карл Искрестнич у нас был в прямом эфире посредством Зума. Спасибо большое.